Да, у меня есть определенный уровень игры на гитаре, вот, и хотел бы просто дальше как-то развивать все это дело, что ли. Прекрасно, прекрасно. Давай тогда покажите как-то. Хочу как-то развить свой навык игры на гитаре, чтобы... чтобы мать мною гордилась. Да не. О, господи. Гитара расстроена. Сейчас. Сколько тебе лет? Мне 27. Я думаю, мать уже гордится. Почему? Что ты 27 дожил? Или что? Ну что ты уже уме... Блин, чё у меня такие щёки? Так, ну давай расскажи, какой у тебя уровень игры на гитаре? У тебя, во-первых, любительский или профессиональный в школе учился? В обычной школе учился до 11 классов. У тебя есть какая-нибудь, например, любимая песня, которую ты хочешь разобрать? Или какой-нибудь жанр в музыке? Ну, вообще играю всё подряд. Мне вот, например, вот у вас One Republic, кстати говоря. Это... Да. Это название песни, я правильно понял? А, нет, это название группы. Привет. Под прошлым роликом я попросил написать вас как можно больше комментариев, и вы это сделали. В итоге там больше тысячи их. Спасибо вам большое. Это очень сильно помогло в продвижении ролика. Давайте теперь попробуем набрать как можно больше лайков. Просто поставь этот дурацкий лайк, чтобы в офисе Ютуба в Америке поперхнулись чаем от их количества у меня под роликом. Только давай не ленись и сделай это. Кстати, вы, наверное, обратили внимание вот на эту штуку. Так вот, это Rode 3, автоматический гитарный тюнер от компании Band Industries, с двигателем вращающим колки, ЖК-дисплеем и вибрирующим метрономом. Rode 3 обнаруживает звук просто в огромном диапазоне, что позволяет ему настраивать не только акустические и электрогитары, но абсолютно все струнные инструменты. В приложении Rode Tuner вы сможете сохранять свои персональные настройки под любую композицию. Предположим, если у вас есть какая-нибудь композиция, где абсолютно все шесть струн должны поменять свой строй, вы сможете заранее создать и сохранить эти настройки. В общем, эта штука облегчает жизнь гитаристам. Она ведь у нас такая сложная. Переходи по ссылке в описании, а вот по вот этому промокоду ты сможешь получить 10% скидки. Акустика, да. Акустическая гитара, да. Хорошо. Ну, давайте начнем, что ли, поближе как-то знакомиться. Что вас заинтересовало, на какой вы сейчас стадии обучения, как давно вы играете? Играю разные мелодии, там вот, я не знаю. Вот, и что-то вот подобного плана. Не очень легкие, не очень сложные стараюсь брать. Хотелось бы дальше вот двигаться, развиваться. Ну, вот тут это вот. Апполоджайз, точно. А, да. Слушай, а зачем тебе вообще какие-то уроки, если ты так хорошо играешь? На каком канале смотреть потом? Так, значит, аккорды знаю. Перебои, перебои, переборы. Переборчики какие-то есть. То есть, такие вещи могу, в принципе, такие легкие, элементарные вещи могу сыграть. Значит, ты учился по ютубу, да, я так понимаю? В обычной школе, да. Не, на гитаре по ютубу, да, учился играть, всякие там разные произведения, композиции. Вот. Вот вы все приходите с ютуба, и потом получается очень сложно с вами заниматься. Да, ну, простите. Сыграть что-нибудь сможешь? Ну, я вот недавно разучил. Ну, это я за три месяца разучил ее. То есть, я как-то начал играть на гитаре. Долго? Ой, молодец. Нет, нет, это самый как раз. Есть вот такой у меня, как его зовут? Испанский немножечко. Ритм такой, бой. Зачем тебе какие-то уроки, если ты и так хорошо играешь? Во-первых, ну, я не считаю, что я играю хорошо. Ну, сейчас и Аполлоджайз прекрасно сыграл. А, да. Во-первых, ну, я хочу развиваться дальше. Я же говорю, у меня есть навык, я хочу просто двигаться дальше, и все. И это же не предел мечтания игры на гитаре. Так, дальше вы имеете в виду, вот я преподаю классику, да, в основном? Можно классику, замечательно. Я даже, я пару классических произведений знаю. Ну, вот это вот, да. Как-то дальше. Тогда идем дальше. А что у вас по фингерстайлу? Вот. Ой, по фингерстайлу. Ну, ознакомьтесь с таким понятием? Да, 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 да. У меня одна мелодия есть. Я просто несколько мелодий знаю, и они не самые сложные. Это все простые мелодии. Это все обычные мелодии. Я хотел бы как-то более углубленное. Может быть, какая-то перкуссия. Смотрели канал Акстара? Акстара я знаю, конечно, да. Вы, случайно, чем-то подобно занимаетесь? Так, просто вопрос. Не, я в чат-рулетке не снимаю ничего. Вот, ну, это было бы классно. У вас, в принципе, уровень, я так понимаю, ну, определенный есть и очень высокий. Я фингерстайлом просто не владею. А, и все. Я вам это знание показываю. Что ты знаешь о гитаре? Ты учился... Тихо. Да, я учился в школе, 11 лет я говорил. Шутка, это не актуально. Ну, ну, все, простите. Больше, больше не буду. Мы с вами будем играть всякие разные гаммы. Вот. До, да, какой-то мажорный. Да. Вот. То есть, да. Ну, все с гаммами, я так понимаю, прекрасно знакомлены, а... В общем, я не безнадежен, да, можно еще что-то... Да, ты очень неплохо играешь. Построение соло-партий. Вот. Умеете? Ну, смотрите, то есть, я играю какую-нибудь мелодию, ну, к примеру, тоже. Поимпровизировать. Да. То есть, у меня есть какая-то партия, и я под нее уже что-то подстраивал, то есть. Вот. Такого. Честно. Ну, вот я сразу вам скажу, что, в принципе, у вас уровень вполне достаточный. Вот мы до этого уровня, как бы, я и обучаю. Я даже не знаю, что я вам смогу больше дать. Поэтому я смотрю, у вас вполне очень достойный уровень. Ну, я даже, честно говоря, не вижу смысла, что-то... Ну, я понял. Ну, хорошо, спасибо, что честно сказали. Я... Мне приятно это слышать. Можно даже добавить немножко. Прикольно, кстати, получается. Вау. У меня сейчас вообще одна композиция есть. Я ее сейчас разбираю. Так, может, мы ее вспомним? Да, 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 можно ее вспомнить. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, можно ее вспомнить? Классно. Ну, просто я что могу сказать? Вам больше не надо развиваться в акустике. У вас все, как бы... Да, ну... Да ну как это? В смысле? Вернее, ну, у вас как бы верхняя рамочка есть. Все. Я не сторонник того, чтобы как бы выжить что-то, чего-то, там, лишь лишнюю копеечку заработать. Зачем? Я стараюсь относиться честно к человеку. Человек вопрос задал, я ответил. Я первый раз увидел ваш уровень, он вполне достойный, красивый, очень играется, очень легко, мне очень понравилось. Поэтому... Спасибо за честность, всех денег не заработаешь. Да, все верно. Спасибо вам большое, Алексей, что уделили время, очень приятно было пообщаться с таким приятным человеком. Спасибо.